Сильные дожди сдвинули сроки сбора урожая и в России. В Челябинской области аграриям приходится справляться с последствиями и стихии, которая обрушилась этим летом на регион. Сильные ливни переувлажнили почву и из-за этого страдают многие сельскохозяйственные культуры. Среди них пшеница, подсолнечник и гречиха. Подсолнечнику не хватает солнца. Почти всё лето ходят тучи, говорит аграрий Сергей Шерстобитов. Из-за чего многие сельскохозяйственные культуры отстают в росте на две недели. Обычно в это время всё поле уже в цвету. Сильнейшее переувлажнение. Растения с трудом, надо сказать, видно, что они эту влагу осваивают. Для них это тоже неожиданно, потому что это в основе своей сорта. Дожди сдвинули сроки вегетации не только подсолнечника. Этому фермерскому хозяйству уже больше 30 лет. Выращивают зерновые, бобовые, масличные культуры. К погодным аномалиям привыкли. В этом году до дождей успели собрать пшеницу. Но на листьях кое-где всё равно видны следы болезни, говорят агрономы. Из-за обильных осадков у нас в этом году, ну и не только у нас, а по всей области развивается ржавчина болезни, септоризиоз. И есть даже местами корневая гниль. В июле мощные потоки размыли дороги и мосты. Затопили дома, поля и огороды. В десятки районах Челябинской области за несколько дней выпало две месячные нормы осадков. Нелегко пришлось и аграриям. Ну, в любом случае, мы верим, что погода нам даст возможность, и мы всё-таки урожай уберём, и что продовольственная программа, которая есть, она будет выполнена. Ну и жители нашей страны получат довольно-таки большое количество продуктов. Между тем, Челябинская область останется под влиянием непогоды. Дожди не прекращаются. Синоптики вновь прогнозируют очередной циклон с ливнями и грозами.